Привет, мои хорошие. Смотрите, какая мне прическа. Решила сделать, сто лет не делала. Сейчас я целый день, мама приехала, у ребенка температура, кстати, ночью что-то возникло, не знаю, ветер был, наверное, его чуть продуло, хотя его одело тепло, хотя мне сама была жарко, я сама была легко одета. Вот, сейчас я получила свои пакетики, которые заказываю там в одной фирме, потому что на почте стоят очень дорого пакеты, и если, ну, с магазином связано, если отсылать все это дело, то получается очень дорого. Допустим, пакет стоит, там, 27 рублей, маленький самый, а я беру за 10 рублей, а побольше стоит вообще 58 рублей. Короче, экономия конкретная у меня, и пакеты я свои, короче, покупаю, нашла. Сайты интересные. Вот, сейчас я еду, так, я получила пакетики, сейчас я еду в магазин, и пакую посылки. Сегодня у меня много посылок, ну, как много, просто за один день у меня очень много пришло заказов почему-то. Бывает такое, бывает то густо, то пусто. Пришло, знаете, сколько заказов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь заказов пришло за один день. Вот, ну, они маленькие такие, то есть не так, чтобы я там... Маленькие заказики, легенькие. В основном нагреватель для воска. После моего видео посмотрели все, и всем понравилось этот набор, и прям многие заказали набор. Ну, а также еще летние вещи заказывают, купальники и костюмчики, которые там у меня были. Уже всего по чуть-чуть осталось. Вот. Могу оставить ссылку на магазин, потому что странно, что многие до сих пор его не могут найти. По-моему, он везде в доступности, везде о нем говорю. Какова моя причесочка, кстати? Что-то я решила навернуть сегодня и одела, видите? Надела, надела кофточку такую. Мне что-то понравилось. И шортики. Ну, вы знаете откуда, да? Ладно, все, поехалось. Влог начинается, и посмотрим, что в этом влоге у нас будет. Девочки, чувствую, на почте сегодня они все охренеют. Да, сегодня много посылочек, и в основном у меня девочки заказали в этот раз нагреватели, потому что совсем недавно, наборы точнее, восковые эпиляторы, потому что совсем недавно я сняла видео, и там говорила, что мне не подходят полоски, и, например, ноги я депилирую, воскоплав у меня есть, картриджи постоянно меняют туда, и полоски есть, и все намного быстро и легко, ну, не знаю, для меня это number one для, допустим, тех вещей, где я не прошла лазерным эпилятором. Это бедра, вот. Ну, усики я не делаю им, конечно, но ноги идеально, руки кто делает, идеально тоже. Кто-то даже может подмышки делать. Вот, и эти нагреватели сейчас покажу вам. Вот такие есть нагреватели. Сюда просто вставляется картридж и полоски. Есть еще вот такие нагреватели. Вот они розовые, фиолетовые, разные цвета. Все можно, в принципе, и отдельно купить, также в наборе. Я собираю набор, то есть там, ну, в наборе особо не выбирается, что. То есть я даю один картридж. У меня, в принципе, все хорошее. Я выбираю такое, либо алоэ, там, либо роза, либо там сахар, либо мед. Просто что есть в наличии, то я ложу в комплект. Вот. Также полоски и, допустим, картриджи тоже. Они одинаково абсолютно работают, поэтому цена у них у всех одинаковая. И какие остаются в наличии, те я и кладу. Там синий, розовый. Еще у меня прикольные такие блески. Они откручиваются, и там разные цвета внутри блеска. Сейчас покажу. Вот такие. Та-та-та. Ну, там разные цвета абсолютно. Привет, мои хорошие. Все время в машине так темно. День следующий. И чо я, чо я, чо я. Дождь на улице у нас. Да, у нас конкретно капает дождик. Если вы видите, что-то у нас задождило. Но при этом в машине пипец жара сейчас, и я не могла выйти из дома, потому что реально было очень-очень жарко. Я каждый раз, когда мама приходит, и у меня нет таких прям срочных каких-то дел. Просто есть дела, которые нужно сделать. Но они не срочные, как бы их можно, если что, и передвинуть на крайняк. И тогда мне так тяжело выходить из дома, особенно когда жара. Дома так хорошо. Захотел кофейку, захотел искупался, захотел прилег, захотел залез в интернет. Да, вот такая я ленюшка. Так, ну сейчас мне нужно. Мне нужно сходить в солярий. Мне нужно купить себе паровой утюг, отпариватель. Или точнее отпариватель. Я утюгом не пользуюсь, он у меня стоит. Гниет, можно сказать. Но я им не люблю пользоваться. Вот. Опять я не накрашенная сегодня, как и вчера. Только хайлайтер и губы. Мой любимый хайлайтер. Я себе взяла новую палетку, я уже в инстаграме показывала. Кстати, вот мой инстаграм. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ну же, там тоже много приколюшек всяких. И показывала вам, и в магазине показывала. Вчера красила, и сегодня. Прям не хочется, знаете, макияжа. Никаких биби-крем, никакого биби-крема. Я даже вот эти не замазываю замазкой. Ну не замазкой, вы поняли, корректором. Да, я просто загораю. И просто хайлайтером подсвечиваю лицо. И оно, в принципе, кажется таким сияющим и здоровым, да. А хайлайтер у меня супер-пупи. Видите, как красиво подсвечивает. А я не накрашенная. Губы намазала только своей матовой помадой, опять же, которая у меня в магазине продается. И все. Ладно, поеду. Что будет прикольненько, я включусь. Гуляла по магазинам и поняла, что для меня очень важна шоппинг-терапия. Я когда долго ничего себе не покупаю, как-то это, ну, незаметно, там нет особо, там, груз, там, это. Но когда что-то куплю, я понимаю, что было до этого и что стало. Вот, короче, зашла, купила себе шлепки. И в Заре купила еще одни шлепки. И черные, и то, и то, но они абсолютно разные. Короче, мне прям понравилось, и все. Еще в Заре топичек купила себе. Ну, чу-чуточки, и порадовала себя. А сейчас я порадоваю себя, порадоваю, фокус. Сейчас я порадоваю себя вот в Старбаксе, вот этим их холодным кофе, который я очень люблю. И настроение поднимется. Блин, мне же надо паровой отпариватель взять. Нормально? Я пришла в торговый центр за отпаривателем. А купила себе двое шлепок и топик. Короче, сейчас возьму кофе и за отпаривателем. А то я без него сейчас вернусь. Взяла кофе себе какой-то новое у них. Даже не знаю, сколько стоит. Короче, сделали мне все, а без кофе все перепутали. Назвали место Силена и Сирена. Написали Сирена. Я говорю, ладно, ладно, я бываю иногда Сирена, и пусть будет Сирена. Ну, так себе. Я думаю, что оно было бы вкусно, если бы, наверное, изначально с кофе сделали, а так мне добавили потом сюда сверху кофе, опять перемешали, опять все переделали. Горковато немножко. А так еще я взяла киш с индейкой. Сейчас попробую. Тоже вроде не понедельник и не воскресенье, чтобы был загруженный день. Сначала мне сказали, что это чисто с брокколи. Потом мне сказали, что там нет мяса. Потом мне сказали, ой, то, что там стоит, осталось с семгой. Потом в итоге начали греть, сказали, что здесь индейка. Я говорю, ладно, я вообще с индейкой хотела изначально. Вышла из торгового центра, мне так хотелось прям вам на улице снять. Потому что на улице вот как есть, блин, свет падает, наличик твое. И все прекрасно. Нежели когда падает какой-то дебильный свет, блин, то с примерочной, то откуда-то, то у тебя синяки под глазами, то видно прям, ну, все твои недостатки. Точнее, не недостатки, а акценты прям какие-то. Прям бывает какой-то свет, который акценты прям твои подчеркивает, которые нужно раскрыть. Так, все, сейчас сажусь в машину, еду к ребенку. А, нет, отпариватель не смогла найти. Я брала в Москве на рынке, на садоводе. Офигенский отпариватель. Вообще за 1200 рублей, по-моему. Ну, может за полторы. Ну, может за около двух максимум. А здесь сейчас там две самые дешевые, Тони, такие все тяжелые, блин. У меня простой классный отпариватель. Надо просто еще один. Короче, сейчас буду ехать там мимо одного дешевого магазина, посмотрю, может у них есть. Вот сейчас вы что поняли для сравнения. Видите, у меня лицо опять с какими-то... Вот тень падает и некрасиво. Мне это не нравится. Зато видите, как хайлайтер у меня блестит на лице. Красиво очень. Хайлайтер рулит. Хайлайтер рулит. Блин, мне иногда кажется, что я какая-то такая, знаете, ну, речь у меня какая-то такая... Здесь сказала, там сказала, что-то выдернула. Бывает какая-то несвязная. Надеюсь, вас это не напрягает? Потому что я иногда бывает так... Нет, вот когда я снимаю, мне кажется, что речь несвязанная. Я стараюсь ее как-то там связать. А когда я начинаю уже монтировать видео, то все нормально, все классно. Вот. Что, показать вам сейчас, что я купила или в покупках? Ну, короче, я шлепки купила себе. Вот такие вот. У меня появился там новый сарафанчик красненький. И мне нужно было именно на платформе. Именно на платформочке, видите? Потому что платье длинное там. Вот. И в Романе вот такие классные шлепочки. Мне очень понравились. Причем последний размер забрала. И еще я взяла... Ой, прикольные шлепки, короче. Ну, я, наверное, в покупках еще отдельно буду показывать и мерить. Здесь нужно будет сразу только вот плоские, видите? Нужно будет сразу сделать профилактику для шлепок. Вообще, они так клево смотрятся. Вот именно вот эта вот золотистая штучка, акцент. Они вроде бы такие легкие, повседневные, тканевые. Но при этом какие-то нарядные, что ли, какие-то вот ярко светят. Вот я люблю. Я не знаю, я не знаю, куда я буду ходить и буду ли ходить. Но мне это понравилось, и я должна это взять. Тем более, они... Один размер был последний вот мой. Я 38-й взяла, потому что они как-то мало мерят. Мало мерят, да. Вообще у меня 37. Ну, 37 там маленькие какие-то. Вот. И взяла кофточку. Эта кофточка будет... Короче, потом расскажу, как я ее взяла. И померю, покажу. Такая расцветочка. Все, больше ничего не покажу. Короче, в Заре очень много всего интересного, как всегда. Сейчас, кстати, пью кофе. И сейчас кофе очень вкусный. Когда растал весь этот лед, не знаю, что там еще положили, он прям зубы сводил. А сейчас он растает, перемещался с кофем. И прям просто холодненький кофе с малиновым привкусом. Вот растаявший он, очень вкусный. Прикупила еще себе... Для машины, да, не выхожу. Такая терку мама просила. Терку вот. С одной стороны мелкая, с другой крупная. Обычная, железная. И взяла, короче, вот такой вот он выглядит. Так, сейчас покажу. Келли. У меня, по-моему, тот тоже Келли, который. Только этот чуть поменьше. Вот такой вот оранжевенький. Вот у нас я его взяла за 1600 в Нивушке. Вот. Вроде ничего, так быстро начал нагреваться. Примерно такой же. Он чуть-чуть поменьше, чем мой отпариватель. Вот я думаю, может, я даже его на работу отнесу. А тот побольше возьму себе. Хотя, я думаю, не суть важна. Смотрите, что они пишут. Что я не отразима. Это так приятно вообще. Мало того, что приятно получать все эти штучки. Еще такие всякие записочки. Ну что, открываем. Мне все время нравится вот так просто открывать их и вот просто читать, смотреть, всякие штуки тут. Это вот все, что у меня здесь будет. Сейчас посмотрим. Всякие интересные вот такие вот бумажечки. Фэйшн. Ладно, все, сейчас разложу, покажу. Так, первое, что я вижу, это масочка. Масочки я такие очень люблю. Делаю их регулярно. Они увлажняющие. Эта маска вообще делает прозрачное лицо на 30%. Вот так написано. Ну, надо будет попробовать. В общем, однозначно азиатская. В общем, такая маска. Они в упаковках продаются. И стоят они 790 рублей. В пачке не знаю, сколько штук. Но одна стоит дешевле. Дальше. Открываем. И что мы видим? Первое, что меня привлекло, это необычные какие-то шампуньки и кондиционер для блондинок, который делает эффект, типа мы побелели по блондине стиле. Но здесь написано, что нет в составе ни перекиси, ничего. У меня здесь представлены миниатюрки, но в более, ну, то есть в более большой объем. Стоит, например, 697 рублей шампунь и 750 рублей кондиционер стоит вот этой серии. Внутри я сейчас открыла, у меня тут вытекло, они не запечатаны. Вот это, кстати, не очень хорошо. Сейчас покажу. Я вот открыла, у меня сразу потекло. И видите, немножко высыпалось. И здесь высыпалось, блин. Видите, немножко вылилось. Желтенький цвет такой красивый. Но непонятно, честно говоря, как это работает. И может быть оно как-то осветляет или что. Каким образом, я не поняла. За счет чего эффект осветления идет. Ну, короче, запах приятный. Кондиционер тоже не запечатанный. Ну, не суть. Ладно, попробуем, посмотрим. Дальше, смотрите, по-моему, у Рейдж, если правильно, да? У Рейдж, вот такая вот, не знаю, честно говоря, такую косметику. Но название, по-моему, в аптеках вот такое продается. И здесь мне понравилось, что здесь полностью запечатаны эти миниатюрки. В больших объемах, конечно, вот, и в больших объемах они стоят недешево, в принципе. Тут, как я понимаю, для очищения, уходы, это у нас идет масло. Оно в большой упаковке стоит 1154. А вот это у нас очищающий пенищик кремный. Он стоит 851. Но не в таких маленьких миниатюрках, еще раз повторю. И здесь все запечатано, что хорошо. Дальше у нас идет тоже пеночка такая очищающая. Она стоит 440 рублей, уже не так дорого. Выглядит, в принципе, интересно. Ну, и запах у нее такой, не сказать, что прям огонь, но приятный. Дальше зубная паста Рокс. И она на 90% состоит из каких-то натуральных компонентов. Что хорошо, в принципе. Дальше, смотрите, у нас вот такая пудра есть минеральная, маленькая. Ну, такая малюсенькая, я не знаю, один раз напудрится, наверное. Белка. А так она еще не дешевая, а большая, 1165 стоит. Хотя, хотя нет, это дешево. Нормально. Лак. Не написано, что он суперстойкий. Очень красивый цвет. Как раз-таки для зимы, для осени нам пойдет. Ну, ничего о нем такого, кстати, не написано, что он какой-то стойкий или чем-то отличается. Ну, будем пробовать, да? Мы все время экспериментируем. Это гель для душа. Ну, пахнет тоже приятно. Вот, кстати, еще один очищающий гель. И он стоит в полноразмерном тюбике 2150. Представляете? А у нас здесь. Ну, нормально, можно несколько раз помыть личико свое. Прикольно, приятно. Так, что у нас еще здесь? А, ну и все, я все показала. И осталась матовая помада. Я ее называю сифора. Не знаю, как правильно сифора или сифора. Все по-разному называют. И дабы не смущать никого, какой здесь цвет, непонятно. Красный, наверное. Сейчас я открою и сделаю сводчик. Открыла нашу помаду. Она пахнет невероятно вкусно. Мне нравится. И я привыкла вообще к помадам, которые такие жидкие, матовые, застывают потом. Это не знаю, но указано, что она будет служить нам до 10 часов. Наверное, она стойкая. Ну, сейчас накрашу. Так, накрасила я этой помадкой. Хочу сказать, что очень хорошо она наносится. Мне понравилась. Она прям такая мягенькая, так ложится. Может, конечно, она подрастала чуть-чуть. Жара у нас такая. Но, в принципе, все хорошо. Не растекается. Сейчас она подсохнет немножко. Сейчас пока что она липнет. Цвет классный. Аромат классный. Поэтому пока... Цвет вообще классический. Красный, вот как я люблю. Мне такой цвет идет. И у меня есть только одна такая помада. Причем она какой-то недорогой фирмы. А вот эта, кстати... Ну, это недорогая фирма, так я вам скажу. Сифора. Но стоит 790 рублей помада, да. И если мне нужно будет накрасить красные губы, я буду красить именно ей. Мне нравится, что красная помада, она вообще, она ярчит. Ну, лично меня, блондинок, да. Она ярчит. Она делает губы такими классными, яркими, вызывающими. Она делает зубы такие белые. Короче, мне нравится. Все. А по поводу стойкости... Вот уже, кстати, меньше начинает липнуть. Она, видимо, подсыхает как-то. И по поводу стойкости... Ну, похожу с ней. Посмотрим. Может быть, потом что-нибудь скажу. Поближе к концу видео. Что хотела сказать еще по поводу этих всех бьюти-коробочек. Еще раз повторяю, что их очень люблю, потому что они на самом деле девушкам реально поднимают настроение. Посмотрите, сколько... Пусть они даже миниатюрки, но мы будем... Мы, во-первых, в курсе всех новинок. Во-вторых, не дешевая косметика. Может быть, мы ее бы даже и не купили, а тут у нас есть возможность ее попробовать, заценить, прежде чем тратить какие-то большие деньги. И это всегда сюрприз. А мы, девочки, любим всякие сюрпризики, косметики. И мне кажется, каждая девушка должна попробовать хоть раз в жизни побаловать себя такой коробочкой. Под видео я оставлю ссылку. Поэтому проходите, смотрите. Есть коробочки разные, за разные цены. За разные цены. Разные цены. И, в общем, попробуйте. Это очень приятно, увлекательно и затягивает. Баба приехала. Как бабу любишь? Покажи. Баба любимая. Я тебе люблю. Ой, я стеснялся. Да, весь такой. Все, аж при это, прибалдел, да? Да. Бабуля. Остаешься с бабушкой. Мама сегодня себя берет. Выходной. Маме надо отдохнуть. Мама сходит с ума. Конечно, когда были маленькие. Но у нас уже нет температуры. Все хорошо. Хорошо. Мы уже кайфовали. Расскажи бабушке. Расскажи. Как дела? Как дела? Мультики отвлекают его от дел. Давай выключи. Жайка моя, как дела? Поговори с бабушкой. Как дела? Ну-ка, покажи язык, бабушка. Покажи мне язык. Чего замолчал? Рассказывай. Рассказывай. Вот так вот. Дурилыч. Ты хочешь мне написать, как дела? В письменном виде. Докладную. Как мама себя вела? Рассказывай. Мама, скажи, психушка. Зайка. Мама психушка. Мама психованная какая-то. У нее, походу, ПМС. Ты хочешь книжку раскрасить? Да. Тут ладушки-ладушки всякие разные. Ребенка творчества проснулась. Красота. Привет, мои крошечки. Сегодня я такая яркая. Сегодня я весь день посвящаю себе. Везде об этом говорю. Трендю налево и направо. Да, сегодня я не делаю никаких дел. Сегодня я просто встречаюсь со своими подругами. Мы гуляем. Хочу, наверное, устрицу поесть. Сейчас первым делом я за Леночкой заеду. А потом Кристинка должна позвонить. Она с подружками тоже куда-то собирается. Там со знакомыми гости к ней приехали. Часть вышла в новых шлепках, которые купила себе. И прошлась до туалета. Смотрится классненько, да? Прошлась, короче, до туалета. Фу, до какого туалета? Прошлась до мусорки. Выкидывала мусор. И они мне уже натерли везде. Но я молодец. Я взяла с собой еще шлепки вторые, которые я купила в Заре. И мама говорит, бери двое новых и бери одни шлепки, в которых тебе удобно и в которых ты знаешь точно. Потому что эти тебе сейчас натрут там, другие тебе натрут там. Будешь ты с двумя новыми шлепками мучиться. Бери еще. И я, короче, взяла свои вот эти вот пляжные. В общем-то. Ну, красивые. Ничего не скажешь. Реально красивые шлепки. Вот эти. Ну, неудобные пока что. Лена сказала, что чуть-чуть должно пройти время. Они чуть-чуть натирают, а потом не натирают. Ну, не такие, а вообще шлепки через палец. Я просто через палец ничего уже давно не носила. Но на вид кайфую. Классненько. Вот моя Леночка красавица. Даровчики. И мы решили пойти в Квентин. В прошлый раз я с Кристинкой ходила сюда, а сейчас решила пойти с Ленок. Ага, вон она. Ну, хочу устриц, не могу. Я когда... Я уже давно о них думаю, мечтаю. Я их очень люблю. А Лене говорю, ты любишь устрицы? Она говорит... Ну, видите, она любит тебя. А я и рада. Не будет отбирать мои устрицы. Короче, сейчас хорошо время проведем. Не обломаю. Нет, у них сегодня устрицы. У них устрицы по четвергам. Я в прошлый раз была с Кристиной. Не в четверг, а до четверга. Короче, я ранена. Я думала, что мой день начнется со стресса. Но нет. Я решила заказать равиоли с крабом и креветками. Вообще, я знаю, их могут готовить в школе. Попробуем здесь. Ты выбрала чем? Я не выбрала. Лена ничего не хочет. Ну, что за человек? Ну, я покушала... Вот женщины. Я не хочу, потому что мы сходим. Пить не хочет, потому что... Вы сами понимаете, почему гулять. А я кофе буду петь. Я тоже захочу куда-нибудь выединиться. Ладно, ждем. Надо поесть просто и подобреть чуть-чуть. Нет, я просто в последнее время прикололась к кофе. Ну, во-первых, не везде вкусно готовят холодный кофе. Бывает, реально, воды нафигачат. А я решила говорить людям вообще, что просто мне нужен молочный коктейль, потому что в жару такую хочется кофе холодный. Кофе горячий не кайф, просто молочный коктейль не хочется, а если совместить, и это сделает профессионал. Но уже два раза я просила, и мне его делали. Просто молочный коктейль и добавляют туда кофе. Очень вкусно получается. Очень. Попробуйте. Принесли мои ревиоли, смотрите, какие они необычные. Я сейчас подумала, что их всего три штуки. Хотела сказать, ой, что их три штуки? Раз, два, три. А черные, видите, глаза мои черные не видят. Сейчас попробую, скажу. Короче, ребята, это бесподобно. Очень вкусно. И еще я вспомнила историю, как мы с одной моей подружкой ходили на свидание, пошли в ресторан, она заказала себе, по-моему, рис, черный рис с чем-то. Или черные макароны, спагетти какие-то там, необычные были. В общем, она поела. Аня, она общалась с ребятами, а у нее зубы, короче, испачкались в черное. И она как бы ест и разговаривает, но это так смешно выглядит, а ничего ты не сделаешь. То есть это не то, что ты застряла, это просто рот весь черный. Ты болтаешь, смеешься, зубы черные. И, короче, для первого свидания это неразь. Я ей потом сказала, что она говорит, да, как я заказала это. Ну, короче, я после того поняла, что когда вы идете на свидание, никогда не заказывайте ничего черное. А если заказываете, то не смейте свидание. Какие смешно. Смотрите, вдруг мы собираемся уходить, считаться, и пациентка подходит к нам и говорит, а вот вам комплимент от заведения. Ба-ба-ба-бам. Они решили, девочка слишком худенькая. Надо немножко ей поправиться. Ну, я думаю, что Ленок мне поможет все-таки, да? Я в прошлый раз заказывала этот пирог морковный, они сами его здесь готовят. Он вкусный, кстати, они сами готовят. Мы с Ленок по магазинам ходим. Очки примеряют Ленок. А я себе уже кое-что купила в Калипсо. Сейчас там такие вообще скидки всякие, конкретные, там чуть ли не 70%. Ну да, он для 70%. Калипсо, в принципе, мне нравится. В магазине там есть и кожаная обувь, и сейчас очень большие скидки. То есть вот кроссовки там стоили, жалко, моего размера не были. Кожаные полностью, беленькие, красивенькие. Они стоили 8 с лишним, а сейчас их можно взять за 2 600, что ли. Вот, так что сейчас вообще везде распродажи, круто. Но если я кое-что взяла, я взяла последнее. Больше нету. Мне кажется, Лена сейчас может сказать пару ласковых слов обо мне. Я подготовила почву. Я не такая, я не буду говорить плохие вещи. А что, ты хотела сказать про мне плохие вещи? Ты говоришь про мне плохие вещи. Какие плохие? Сдеваешься. Но я не буду. Ты подставляешь вторую щелку? Я не подставляю, но я не буду тебя пока грубить. Пока не будет грубить. Пока я еще держу себя. Ладно, надо срочно справляться. А, что хотела сказать? Я сейчас зашла в туалет, и вот сижу. Господи. Нет, и вот стою. Я не сажусь. Сейчас в туалет. Ну, короче, вдруг я вижу, что у меня педикюр. А у меня он так редко, потому что все время нет времени на него. Я хотела сказать, что девчонки, это такой кайф. У меня есть педикюр. Я просто в туалет увидела педикюр. Радость такая. Не, просто я смотрю на свои ножки, а они прям френчик. Прям красота и шлепочки. И так красиво. И у Леносик вообще красивый. И это такой кайф. Реально, такой кайф. Не прятать ноги в кроссовках, потому что у тебя нет педикюра. Тебе знакомо это? Чувствую. Или у тебя всегда педикюр? Всегда летом. Ой, не ври. А летом? А летом? А потом пусть отдыхают. Ты чё? Потом пусть отдыхают от красоты, да? Нет, ну зачем их вот это от лаками тягачить? Ну ладно, ладно. Какие шлепочки интересные. Здрасте. Дикойный. Я бы всё купила бы. Я бы всё купила. Мне нельзя ходить по магазинам. Девочки, зашла в магазин. А как правильно читается ваш магазин? Beauty. Я уверена, что многие знают его. Блин, смотрите, какую я вещь нашла для ленивых. Офигеть, случайно просто. Это вот такие салфетки, пилинг, вы понимаете? То есть не нужно доставать, вымазывать руки в пилинг. Это вот для меня. Просто достаёшь, они пропитанные. В общем, я это потом покажу в Инстаграме, так что Инстаграм тут оставлю. Не стерлась уже, я меня прям подвинула. Берёшь, короче, салфетку, их тут много штук, и просто протираешь свою личку, а потом салфеточку выкидываешь, и уже супер пилинг, да? Ещё я взяла маску. Маска, короче, которая пенится, кислородная. У меня ещё такой не было, и, конечно же, как и все, увидела в Инстаграме, и мне кайф было бы попробовать. Тоже в Инстаграме покажу, или видео сниму даже, мы попробуем. Ну и всякие там патчи для губок, в общем-то. Короче, зашла, взяла. Потому что корейскую косметику всех хвалят. Спасибо, девочки. Это наш Ростов. Вот Вавилония или Вавилон называется правильно? Ну, Вавилон сейчас. Вавилон. Была Вавилония, она северная. Спасибо. Что, мы вышли из Вавилонии. Или Вавилон, как-то она сейчас называется. Вавилон, теперь девочки сказали. У меня, короче, тут пакеты. Я вливайся взяла себе футболку. Вкалипсо взяла себе кое-что. Как я опять забыла? Кьюти. 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 А, ну кьюти, это что-то милое такое, да? Переводится как. Кьюти тебе, милый. Милое какое. So cute. Да? Такое милое. Не может я ошибаюсь. Ты не знаешь? Я не знаю. По-прикле, это вообще переводится как-то по-другому. Я такая умничаю. Вот. И еще зашла я, да, девочки. Взяла краску Лондо, которую мне советовали. Я взяла 1289 номер. Одна из моих зрительниц советовала. И, кстати, не одна она. Многие мне сказали, что Лондо, типа, вообще супер отзывы. Они супер. И попробую вот серию там вот эту 1289, что даже на 6% она отлично красит. Вот. Ну, посмотрим. Вроде бы ни желтизны, ни оранжевизны ничего не должна она оставить за собой. Потому что у меня сейчас, на камере, может, не видно, но у меня прям вообще курни отвратительные. Даже с Estelle они такие не были. После вот этой итальянской. А сейчас звонит мой любимый. И мы едем в другой торговый центр. Опять шутка. Алло. Хотели сейчас в Слинок зайти поесть туши. Зашли в рейстик, да, кафе. Традиционная японская кухня. Короче, не буду говорить название. В общем, японское кафе. А там нам говорят полчаса ожидания. Мы расстроились такие. Я говорю, да пойдем возле Ашана. Там продаются. И все время очередь быстро проходит. Выкрутились вообще. Мы взяли. Мало того, что можно выбирать. В кафешках, в ресторанах там продают сразу 6-8 штук. Мало где делят, да. А здесь, получается, мы взяли. Вот я взяла 9 штук. И 3 вида. То есть можно по одной штучке брать, какую хочешь. Хоть все по одной, да. И тоже клинок себе взяла. 5 таких, 5 таких. Вот. Там вкусно и быстро. Еще они кладут сразу в контейнере. Дают все. То есть если ты вдруг не доел, как часто у меня бывает, можно сложить обратно в свой контейнер. И домой успешно донести. Все. Приятного нам аппетита. Покушали. Губы мои размазались. То есть, естественно. Ну, сейчас я уже привела в порядок. Сделала эффект поцелованных губ. Сверху матовой помады. Я накрасила блеском. Бальзамом. Естественно, они там все перемешались на губах. Потом просто промокнула. Алина мне говорит, мне кажется, у тебя губы надо стереть. Я говорю, тебе что, не нравится моя губа? Эффект поцелованных губ. Она говорит, мне? Нет. Объедела. Я говорю, сейчас у девочек спрашиваю. Как вам? Мне кажется, нормально. Особенно вот так, когда я делаю. Многие мои подписчицы так любят, когда я дую губы. Мне кажется, телефон не передает. У нас тут губы. Да. Алина говорит, что телефон не передает всего ужаса твоих губ сейчас. Скажи, смотря это в глаза. Это ты заметит, а ты сказала? Ну, телефон, видимо, не передает, да. У меня ужасные страшные губы, да? Да они не ужасные, но просто, мне кажется, их надо стереть. Они просто отразистые. Ты не стушила. Ничего не съела. Смотри, цвет хороший. Ровненький. Контур размазался, как поцелованные. Типец, любимый целовалась. Все нормально, пошли. Пошли. Короче, мы с ленок уже тут просто все изошли. У нее уже что ты, это говоришь, болит? Пятки. Пятки у нее болят. А у меня болит все. Мне обувь так натерла, я вам сейчас покажу. Смотри. Какие у меня тут траблы. О, видите? После болезни впервые вышли. Сидим с Денькой на лавке, точнее сидели. Сильно, что ты, оттряхнись. Оттряхнулся, все. 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 Где? Все. 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 все это время нас записывала. Короче сидели на лавке ели хлеб, Дене нужно было спуститься с маленькой лавочки и упасть. Короче после болезни вышли вот. Покажи привет всем! Привет! Объясни, что произошло? Какой-то крикушонок стал, Дене. Хлеб жуешь? Зашла в рандеву. Привета! Нашла вот только одни шлепочки, которые мне интересненькие. Вот такие. Здесь стелька кожаная, а здесь сверху текстиль с 40-процентной скидкой. Сделала просек в инстаграм, жду теперь. Сейчас пойду еще, пока пройдусь. Может что найду интересненькое. Да, я снова по магазинам. Почему? Объясню. Потому что мне кажется, что сейчас распродажа закончится и я упущу что-нибудь. Я должна сегодня обойти весь горизонт. То, что я в прошлый раз брала, ходила, но что-то мне кажется, что я в невесте обошла. Хочу сейчас в те магазины, которые мне нужно обойти и посмотреть, что я точно ничего не упустила взять по скидке. Это же такая возможность сэкономить. Сейчас вот зашла. Вот эти шлепки понравились мне. Сейчас еще поищу. Рожки. Сколько я искала в себе шорты. Короче, зашла в Бенетон и по-моему я нашла завышенные шорты. Они такие еще немного стрейчевые. Они одни. Наверное, я их возьму. Я не знаю. Немножко другую, конечно, хотела. Ну, вроде бы они так близки к тому. К моему желанию. Где Дэнни? Где Дэнни спрятался? Привет. Ай, ты спрятался? Ай, ты зайка. Второй день гуляем с удовольствием. Еще антибиотики последний день осталось нам. Вроде уже хорошо себя чувствуют. Да? Как чувствуешь себя, Дэнни? Куда-то в лес забежал. Да-да. Да-да. А, на ручки теперь? Вот сюда, Дэнни, иди. Вот он выход. Иди сюда. Ты куда бежишь, дурочинка моя? Ты куда бежал? Да, по травке поскакал. Поскакал, малыш. Все. Ищи с вещей. Ну, а вы говорите, где Кристина? Мы не поняли. Что-то в последних ваших видео, то есть в твоем видео, нет Кристины. Мне кажется, они уже начали подозревать, что, может быть, мы с тобой поссорились. Привет. Привет, привет. Вот она, Кристина, как обещала. Я даже решила не снимать ее в следующий влог. Я прям в этом влоге решила ее снять, чтобы вы не скучали так долго. Да, она приехала, что-нибудь поснимаем, погуляем. Только она, походу, опять приехала на один вечерок. Надо что-нибудь. Ну, я же не буду сейчас выдавать все наши списки и планы. Очень полезные видео будут. Очень полезные, крутые, смешные, веселые, на позитивчике. Так, ты на сколько приехала? Ты просто плохо ее застала, поняли? Она что-то там просто сказала, сейчас мы выходили. Да, мне сегодня, да, не получилось. Давайте. По факту. Я сегодня проснулась просто в 4 утра случайно. Не могла больше уснуть. Какая-то я прибитка. Ну, в чем у тебя разбитка? Сейчас мы едем, короче, решила попробовать снять видео. В формате хоул, только не дома, потому что мне надоели уже эти стены. А захотелось снять фотостудию и повертеться в каких-то платьях и красивых одеждах, которые мне пришли с сайтов, которые я заказывала в красивом фоне. Вот не знаю, что из этого выйдет. Нужно успеть за короткое время же фотостудию на целый день. Блин, не снимешь. Не, можно снять, но это будет накладно. Я пока что позволю себе снять пару-тройку часов. Посмотрим, как оно выйдет там. И хочу красиво вам снять хоул, повертеться там. Может, еще и пофоткаться успеем. Кристина очень клево фоткает, насколько вы помните. Классные фоточки всегда получаются. Бывают, не все профессионалы так могут. Вот. Ну, мы там, короче, сейчас будем вообще с ума сходить. Поэтому снимать я там ничего не буду для влога. Это вы уже увидите потом результаты в наших одеждах. В моих, точнее. Успеть бы все снять. Вот. И все. А потом, вот вчера я ходила по магазинам, выставила в инстаграм шлепки, которые я хочу купить. Мне они очень понравились. Я их смотрела в рандеву. И там эта марка, я, в принципе, ее никогда не носила. И, может быть, даже не знаю, как она называется. Но, короче, мне понравились. У них там очень интересные дизайны. И даже, когда я сняла в сториз, мне вот так в реале они не так понравились, как на сториз. Думаю, глядя, какие красивые. Большинство, подавляющее большинство проголосовали за то, чтобы я не брала их. Но сегодня я переспала с этой мыслью и поняла, что я их хочу. Так что я их куплю. Сумку поясную не буду брать. Она слишком огромная. В доме хелфигер. Но шлепки возьму. Надеюсь, мы все успеем. Ты готов? Угу. Всегда готов. Кристина взяла какой-то напиток интересный. Смотрите. Давай сейчас попробуешь? Не хочешь сейчас? Мы скажем. Вкусно или нет? У тебя темно. Да. О! Слизывай, Крис. Мне кажется, не пойму меня. Так светлее смотри. Да? Вкусно? А я заказала свои латте. Латте. Как правильно? Латте или латте? Все не забываю. Латте. Латте. С круассаном. Сироп круассан. Я еще не пробовала такой. Мой любимый пирог. Там еще какие-то есть. Я там настоящий круассан заказала. Уже губы раскатала. Мммм. А вкусная штучка. Такие скользкие косточки там внутри я не попадаю. Пожалуйста. Ой, как быстро. Спасибо. Кружки мои. Мы сейчас такое невероятное дело с Кристиной сделали. Я вообще... Я... Ты... Ты не можешь представить, чтобы я без тебя делала это? Чтобы было, если бы я это все делала без тебя. Во-первых, у меня не было крутинских фотографий, которые вы увидите в инстаграме. Кристинка мне уже их показывала. Там есть бомбические кадры. Фотки, которые ты фоткала? Конечно. Конечно. Может быть, у меня там еще одна профессия будет. Да шикарно вообще. Нет, ты молодец. Просто ты можешь видеть, свет там, старается, все. И всегда, когда она фоткает, я выберу всегда... И они причем такие бомбические. Да, да. Что с моим голосом? Что с моим голосом? Даже ты, когда корону надеваешь, все время голову меняет. Короче, мы сейчас... Мы сначала час все эти вещи отгладили просто в две руки. Потом мы побежали все это снимать и фотографировать и видео, и фото параллельно. И для одного... Потом я отсняла видео в конце. Думала, еще второе надо. Да, я вспомнила, что не надо. И, короче, просто... Мы выжатые, как лимоны просто. И я одела, наконец, такие кофточки с моего любимого гипюра. Только когда я отсниму все вещи, я могу позволить себе вкусняшку какую-то одеть. Вообще, это бомбическое. Вы увидите. Вот с таким принтом. Вы увидите это платьице такое. Туничка. Туничка. Шикарная. Кристинка устала уже. Это она сейчас села в машине. Я не устала. У нее и глаза засияли. А уже под конец она уже сидит такая. Я не устала. Я просто проснулась сегодня в 4. Мне это не нравится, что я сама по себе. Ну вот сейчас ты бодрячком. Вот мы вышли и ты бодрячком стал. Я пытаюсь, я пытаюсь. Воздуха глотнули мы. А там вообще, да? Ну хотя там хоть не жарко было. Там отлично. Кстати, помещение, вот где мы с тобой тебе клип снимали. Вот ты помнишь, не клеилось все? Ну да. Освещение мы долго выбирали. Тем не менее все получилось. Нет, оно-то получилось, но как-то или первый блин к вам, а здесь прямо от души. Сейчас здесь есть торговый центр «Сокол» рядом. И я, как фанатка, которая должна все распродажи пройти и купить самое лучшее, конечно же пойду. Я не знаю, откуда у нее энергия. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя. Это просто человек-мотор. Пусть она бьет ключом вечно, да? Да, да. За двоих, за нас. Да правы-правы, кто пишет, что вот Селена тебя на горбу своем тянет. Да мне вообще я не тяну, я не чувствую, что я кого-то тяну. Ну ты видела, как я посмеялась? Вырежи, пожалуйста, вот это вот. Красивый смех. Короче, мы идем в торговый центр. Опять. В «Соколе» я ни разу не была. Это на западном. Черт знает где. Да, мы уже недалеко здесь. Да, торговый центр как в торговый центр? Сейчас зайдем, что-нибудь скушаем. Кристиночка помогала, мне уже проголодалась. Наверное, и пить хочет. Заслужила на тарелку супа. Заслужила, да. Едой расплачивайся. С компотом. Все будет сейчас, поехали. Мы вышли в такие, увидели с Кристиной этот бомбический… как его назвать, ёптель, фонтан. Достаем вместе камеры и она говорит, ой, ну что это начинается. Типа вместе снимаем одни и те же картинки. Я говорю, начинается перекрестный блок. Красиво. Красиво. Короче, мы недолго с Крис пробыли в этом торговом центре, чисто пометили территорию и всё. Ну там обычные магазины, на самом деле, в которые я даже особо не захожу в других торговых центрах. И, к сожалению, нет здесь того, что есть в горизонте. Тем более, я хочу свои шлепки забрать. Они супер удобные. Вот сейчас я в Армане сегодня целый день и понимаю, что, ну как бы клёво, да, я их хотела купить, но они настолько мне натерли всё, что у меня даже ногу сводит от боли. Поэтому шлепки хорошие, удобные, ещё и красивые, как там, просто незаменимые. Тем более, у меня всё чёрное и вообще нет белого. Сегодня я всё снимала с Кристиной офигенными просто ботами. Ну, покеш. Да что они офигенные? Они очень удобные и я просто их даже не меняла. Они под любой образ, реально. Такое тоже надо взять. Фактическая танкирка. Ну это тоже такое взять. Вот может она мне, кстати, подскажет, там были кое-какие. Помнишь у меня в прошлом году вообще были кожаные, классные, эти попроще. Ну они классные, они классные. Я бы такие все отжала бы у тебя. Ну ты ж сопротивляешься, ты ж сильнее мне физически. Да зачем они тебе нужны? Вот всё, и удобно. Короче, зашли мы в этот магазин. Я немного расстроена, потому что, ну это видимо не мои шлёпки. Там по бокам везде, хоть это итальянские, но везде проступал клей. Как-то непонятно. И я говорю, есть ли у вас новые, другие. Они говорят, нет. Кто говорите? Ну что я буду с клеем? Они со всех сторон, клей выступает. Нормально так причём. Я его вижу невооружённым глазом. И я поняла, что видимо это не мои шлёпки. Я их не взяла. Да ты просто подумай о другом. О том, что там проступает не просто клей, а итальянский клей. Мне кажется, ты должна ещё доплатить за то, что... То есть ты хочешь сказать, что надо будет взять? Конечно. Я ещё со скидкой спрошу. Да им клей итальянский. Итальянский клей проступает. И сумма? Нет. Я такая, а что это? Она такая, в смысле что? Я говорю, ну что это за клей? Это итальянский клей проступает. Итальянский клей. Мы как бы за это деньги берём, в принципе. Ну ладно. Сейчас мы покушаем, настроение поднимется. И я думаю, я найду когда-нибудь шлёпки свои. Пока буду мушиться из своих. Прихрамывать буду. Ой, ну что я мучилась, мучилась в своих шлёпках Армани. Я не знаю. Нужно, наверное, к ним ещё привыкнуть. И, по-моему, через палец часто кого сначала натирают, потом нормально. Я жду, в общем, этого момента. Разнашиваю их. Но спасают меня мои другие шлёпки, которые я купила у себя в магазине. Сама себе купила, да? Со скидкой. Ну да, это вот они. Они из натуральной кожи и сделаны на заказ. Всё, и стелька натуральная, и всё здесь натуральное. Вообще очень классные, удобные. И они с первого раза не натирают. То есть я их сейчас надела, хожу, наслаждаюсь. Они мягенькие. Наступаешь даже мягенькое. Вот я сегодня мерила в рандеву в магазине. И вот те, которые так мягко, они на порядок стоили выше. А у нас здесь вот, пожалуйста, натуральная кожа. Всё супер сделано, всё продумано и совершенно недорого. Слушайте, крохи мои, мне кажется, что этот влог будет более часа. Я за это переживаю, поэтому... Я в прошлый влог тоже думала, что он будет большой. В итоге он оказался там, по-моему, около 30 минут. Нормально. Для нас уже 30 минут это немного, правда? Поэтому этот влог хочу закончить. В нём очень много событий. Кристинка до сих пор у меня. Ну, до сих пор. Она только вчера приехала. Потому что она не уехала никуда. Мы вместе. И, скорее всего, начну влог следующего уже. С каких-то новых событий. Пока мы снимаем видео. Кристина монтирует. Вот. Я тут снимаю. Тоже готовлюсь. В общем, разбираю всё. И сыночка спит. Что ещё? Однушку. Вот. Очень хочется куда-нибудь поехать. Вот что я вам ещё скажу, да? Что очень хочется куда-то поехать. И я планирую выехать на три денька. Здесь у нас 100 километров от Ростова. Есть одно интересное местечко. Я там ещё ни разу не была. Кристинка там была. А я не была. Хочу съездить. Вот. Сейчас хочу, кстати, узнать, да, что там у них. Есть ли вообще места. Потому что там может быть всё забронировано. Возможно, мы туда отправимся. Ещё хочу в ближайшее время на какие-то концерты сходить. Много вещей. Хочется их понадевать. Какие-нибудь необычные, которые просто не повседневные. Да? Там платье какое-то или костюм какой-то интересный. Вот. И тоже снять вам видео какие-то новые события. Зато всё у нас одно и то же, мне кажется. Хотя вам блоги нравятся. Я рада. Я и рада стараться. Вот. Ну всё. Как всегда, готовлю впереди много интересного. Вот. Люблю вас. Целую. Не буду затягиваться прощанием. А то эти слёзы никому не нужны. Да? Всё. Целую. Увидимся в следующем видео. Пока.